Всем привет, вы находитесь на канале FastGuardTV и добро пожаловать в Hitman 3, мы с вами продолжаем, Дубай был пройден и мы с вами готовы двигаться к нашей следующей цели. Человек за занавеской. Если это твое победное лицо, то мне не нравится, когда ты проиграешь, мы недооценили Констант. Он просто клерк, но тут не за деньгами, он хочет все. Мы поймали его уже однажды, мы сможем сделать это снова, но не мы позволили ему сбежать. Ты все еще не доверяешь ей. Мне не нравится, когда кто-то решает сам. Слушай, ты не должен следовать за ней, ты же знаешь. Скоро все будет кончено. Может быть пора подумать о будущем. Тебе нужно представить возможность, что пути назад нет. Если ICA узнает, что ты сделал, она все исправит. Она всегда делает это. Мы знаем, где Карлайл. Пойдем. У нас тут план. Надеюсь, ты любишь дождь 47-й. Мисс Бернвуд? Как вы... У меня есть номера всех. Вы должны были уже знать. Ты спланировал это, все это. Не глупи. Я просто разыграл свои карты. Мы найдем тебя. Я был у вас. Куда вас это привело? Мы дали тебе империю. Это к лучшему. Партнеры все всегда делают по-своему. Но сила это чуть больше, чем просто защита. Провиденс может быть агентом изменений. Ты понимаешь это. Или поймешь. Скоро. Смерть в семье. Это дождь. Англия? Что это? Реплан. Воуд. Миссион. Аккомплишт. Это которая. А вот. Континьюстория. Продолжаем. Давайте нам следующий брифинг. Который я никогда не успеваю переводить. Но тем не менее. Конец пути. Конец. Да? Она пришла домой. Карл Эйвел потеряла империю. Слишком сильно падаешь. Да и вспоминаешь, что на самом деле имеет значение. Так вот. Конец пути. Ты готов к этому? А ты? С кем ты будешь? Без цели. Я думаю, что... Мне подойдет самый разыскиваемый преступник в мире. Алекса Кристин Карлайл. Алекса Карлайл. Мертва. Если учитывать приглашение на похороны. Поэтому это вызвало вопросы, когда она появилась на завтраке, живая. Карлайл понимает, что... Она хочет зафиксировать наследие Карлайлов. Может быть, она и монстр, но... Но она умна. Но она умна. Она... Остра, как... Лезвие. Сначала ее отец с три семьи привел вместе после Второй мировой войны. Значит, что... Это место... Это место рождения Провиденса. Все началось здесь и закончится здесь. Поговорим о поэзии. Еще кое-что. Если учитывать наши новости, нашу информацию, у нее находятся файлы на Констант, которые могут помочь в его захвате. Поэтому не покидайте здание без него. Успешная охота, 47-й. Увидимся на другой стороне. В общем, богатая семья у нее. Я не успел, опять же, это адаптировать. Известно, там они так и написали. В общем-то, логистика, транспорт. Рассказывают они просто их историю, что они вообще там из каких-то родов. И так далее. У нас две цели. Это убить Алексу Карлайлов, найти файл, который поможет нам найти Провиденс. Могу ли я что-то поменять? Видимо, нет. А, Raven's Youth. У нас тут есть всякие разные штуки. Разные костюмы из, возможно, предыдущих частей. Но мы пойдем в том, что предполагается на этой миссии. Я думаю. Так, у нас пистолет. Можно разноцветный, опять же, сделать. Black Trinity. Black Trinity возьмем. Подкинуть там пока ничего нельзя. И у нас есть монетки. Наконец-то. Наконец-то у нас классика. Прям классика, классика. Наконец-то подготовлены мы. С монеткой, с пистолетом. В одежде. Да, ну, нельзя особо сильно что-то запланировать, потому что не было еще пройдено. Дом нескольких поколений Карлайлов. Алекса Карлайл и трое ее приемных детей. Младший брат Захаря. Они все тут на похороны собрались. Что интересно, она вызвала знаменитого лондонского детексила. Непонятно для чего. Мистер Грей будет перехватывать все звонки, которые поступают в здание. Успехов, джентльмены. Ну, вот эта вот тема с детективом, это явно подсказка на тему того, что мы можем сделать. Можно наверняка будет его... Ну, выдать себя за него. Это вот, видимо, оно. Личная территория. Финнис Уитмар. Или... Детектив, у меня встреча с мадам Карлайл. Пожалуйста, подождите. Господи, правит инвестигейтор. Мистер Уитмар здесь, чтобы встретиться с мадам Карлайл. Можете проходить. Это Финнис Уитмар, знаменитый детектив, нанятый мадам Карлайл этим утром. Интересно, зачем он здесь? Может быть... Вам тоже стоит позаниматься детективизмом, 47-мой. Господи, правит инвестигейтор. Как же это... Русский-то, господи, язык такой глупый. Эээ... Частный... Сыщик, частный детектив. Вот, частный детектив. Господи, все. Забывается просто все на свете. Слушайте, а нам сюда нельзя. Обратите внимание. А мне за ним следовать. Я бы стал им. If you don't mind. Но тут везде люди. Да. И непонятно, как жить. Не могу же я не попробовать. Не среагировал. А сюда? О! Я просто имею ввиду, можно прям сразу начать. Понятно, что там как бы... Мы узнаем, зачем он здесь чуть позже. Че, тут монетка есть. Иди сюда. Давай, 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 иди сюда. Ты идеально просто... Ну ты придурочный, конечно. Правильно, иди посмотри, а я пока стану тобой. Деньги, кстати, мне верни, все мои. Извиняюсь просто. До туалета не добежал. Мистер Уитмер, наконец-то вы здесь. Я могу отвезти вас к мадам Карлайл? Да, пожалуйста. Пройдите, пожалуйста, за мной. Я знаю, что я не могу ничего говорить, но я так рада, что вы здесь. Все такое странное. Подготовка к похоронам, а теперь она жива. Но теперь этот странный бизнес с ее братом Закхари, и вся эта охрана. Я никогда не разу видел, чтобы это место так защищалось. Мне это вообще не нравится. Имею ввиду, вас должны осмотреть. Момент, ребят, подождите. Сейчас я... У меня просто сигаретка выпала. Ну, не выпала, но в смысле... Короче, просто... Надо отойти, ребят. Момент. Какие здесь тачули? Слушай, мне кажется, на это можно уехать отсюда, нет? Почему у вас тут нигде нету мусорок? Я очень сильно стремаюсь просто так бросать здесь это... Юникорн-хорн. Эм... Ну, пистолет придется выбросить. Вот это возьмем. Это почему-то можно с собой брать. Вроде как даже работает. Да-да-да, конечно. Куда ж без этого. Печатки, кстати, чего у вас? Это тоже пандемия? Ох, какой домик. У меня очень крутая всегда была... Дизайн домов. Мистер Уитмер. Спасибо, что прибыли так быстро. Великая трагедия упала на нас, и мне нужно быстро решить эту проблему. Втайне это сделать. Это моя специальность. Очень хорошо. Я думаю, что вы захотите начать с места преступления. По моему опыту, правильное исследование места преступления — это пол работы. Хорошо. Фернсбе вас проведет. Я мистер Фернсбе. Два рядские. Мадам Карлайо попросила меня помочь вам как только смогу. Мистер Уитмер, я понимаю, что вы прибыли из Лондона. Потому что вам... Ну, вам говорит что-нибудь. Напомните ли вы хотите отправиться сразу на место? Начнем. Я хочу начать. Как захотите, пройдите за мной, сэр. Доставлять меня, мыть его машину дважды? Я рад сообщить вам, что все, что сейчас окружает мадам Карлайо, это очень деликатно. Возможно, вы знаете о сообщении о ее смерти. Возможно, знаете, что завтра пройдут ее похороны. Детей ее не проинформируют до утра. Поэтому, пожалуйста, подыграйте им, если это как-то повлияет на ситуацию. Я должен, наверняка не должен напоминать вам, что будут последствия, если мир узнает, что мадам Карлайо все еще жива. Буду считать ее мертвой, когда уйду отсюда. Перед тем, как вы пройдете на место преступления, скажу вам следующее. Сдела, которое учитывает смерть мистера Закаря, младшего брата мадам Карлайо, его нашли мертвым в кровати этим утром. Дверь была закрыта изнутри, и было найдено суицидальное письмо. Но, несмотря ни на что, мадам Карлайо думает, что это обман. И не примет. И не думает, что он сам забрал свою жизнь. Я подготовил для вас информацию, поэтому, пожалуйста, встретитесь со мной, когда закончите осмотр места преступления. Это комната мистера Закаря. Документики не здесь. Загадка. Закрытые комнаты, 47-й. Я думаю, ты доберешься до истины. Комп есть. Мне наверняка нужен пароль. Закаря покупал новые ботинки прошлой ночью. Не то, что ты будешь делать, когда готов к смерти на следующий же день. Очень тупая формулировка получилась, но вы поняли, типа он готовился. Он покупал себе ботинки, и типа, если бы он хотел реально суицид... Почему бы тебе не использовать камеры, чтобы просканировать тело в 47-й? Да подожди-то, я исследую окружение. Мне интересно, что тут есть. А чего нет? Канда ничего. Так, камера. Что мы знаем? У него убило яд растения. Распространение говорит о том, что его где-то в 10 вечера убили прошлого. Вы знаете о ядах в 47-й? В 10 вечера? Ночью. Типа его отравили от какого-то растения. Опа, книжка. Это, конечно же, не кейс-файл, но тем не менее... Секретная комната. У-у-у. Скрытая дверь. Это секретный проход. Это могу бы объяснить, почему дверь была закрыта... Ну, как она могла быть, точнее, закрыта изнутри. План этажей. Фотокопия этажей. Кто-то изучал секретные входы и выходы в поместье Торнбриджев. Можно посмотреть дырку, но... Куда это, кстати, ведет? Ну, типа, меня особо не запалят. Эм... На лестницу. Для чего-то, видимо, это... О, господи, нужно было камера. О, это одностороннее зеркало получается. Так, а это куда? Не очень понятно. Говорит, да, скорее всего, в комнате еще не закончились улики. Слушай, ну мы тут нашли целую... Секретную комнату. Из которой можно было следить за всем этим помещением. Балкон имеет значение для чего-нибудь? Ну, кстати, можно... От охранника здесь избавиться, если что, воспользоваться его костюмом. Хотя, в принципе, в роли детектива меня тут могут пускать практически везде все равно. Вот что-то валяется. Письмо. Это суицидная записка, как раз. Образец письма. Можно сравнить с другими... Можно сравнить с другими, типа почерком его, чтобы понять, он это или нет. Я думаю, что ты все нашел на месте преступления, 47-ми. Возможно, пора встретиться с дворецким. Мне интересно, какую информацию он для себя подготовил. Темно здесь, мрачно. Прям как вот... Прям Англия, Англия. Мистер Фернсби, я закончил с местным преступлением. Вы определили время смерти? Захарий умер примерно в 10 вечера. Прошлой ночью. Примерно... Что? Получается, что только мадам, и семья, и я были здесь. И пока вы не спросили, у меня нету олиби. Олиби, говорю, алиби. Короче, помимо его и семьи мадам Карлайл, тут никого не было в это время. Я был один в офисе во время смерти. Я не знаю. Вот материал, который я подготовил для вас. Это список повозможных подозреваемых. Скорее всего, это поможет вам следить за своими записями. Пожалуйста, встретись со мной, когда разрешите дело. Я отведу вас к мадам Карлайл. Угу. Это очень полезная информация, 47-й. Так, ну смотри, Захарий Карлайл, его убили. Грегори Карлайл. Самый старший сын Алекса Карлайл. Грегори, подозреваемый в убийстве Захаря Карлайл. Эдвард Карлайл. Средний ребенок. Ребекка самая младшая. Эмма, жена Грегори и... О, господи, дотер ин лоу, короче. Мадам Карлайл. Но это получается... Грегори это у нас... Кто она? Короче... Мадам Карлайл это сви... Это теща Эммы. Получается, да? Эмма подозреваемая. Патрик. Сын Эммы и Грегори. И... Ну, мистер Фернсби, мы его уже опросили. Ну, типа, вряд ли это он... У него нет алиби, но типа, хрен пойми. И нам надо, получается, опросить всех. Так как мы будем решать преступление. Мотив, возможность и... Мотив. Может быть, опросить подозреваемых или... Или ты хочешь сначала сам изучить место на улике. Слушай, ну, я думаю, что мы просто тут сейчас походим. В любом случае нам с вами нужно найти еще файл. Это дверь в комнату Ребекки. Ее тут, of course, нету. Но мы можем... Кое-что тут как бы... Соорудить. И попасть в ее комнату. Ее-то, главное, внутри нету? Нету. Но зато можем посмотреть ее. Просто, понимаешь, смысла их опрашивать, мне кажется, никакого нет. А вот обследовать... Их личные вещи, какие-то мотивы, что-то узнавать, это, мне кажется, вот самое... Давайте в компе поковыряемся у нее. Вижу записи, что Ребекка была в конференц-зале с девяти до полуночи прошлой ночью. Так, комната Ребекки одна... Ага, тут разные офисы, елки-палки. Прикольно, такого не было раньше. Это вот комната, да, разных чуваков. Кстати, в комнате Захаря мы не нашли где-то одну эту... Одну улику. Пропустили. Так, у Ребекки еще что-то есть здесь. Кстати, там мадам ходит. Картина-то вот эта. Офигеть, тут просто проходов, я в шоке. В каждой комнате такое есть, да? Мне главное нравится, что это не улика. Потому что здесь можно подглядывать... Это типа ванна, по-моему, да? Угу. Здравствуйте, вы в курсе, что... О, извиняюсь. Просто хотел сообщить, как бы. Ничего такого. Так, шкаф это для спрятаться. А что у нее тут еще, может быть-то? Я не понимаю. У меня тут ничего не отмечается. Просто красным, соответственно, я уже и не смотрю. Интересно, конечно. Следят здесь. Причем, блин, сквозь зеркало. Это вообще жесть. Понять невозможно. Там мадам наши ходят, которые, естественно... В максимальной безопасности. Кстати, почему не работает это в пять в этой игре? На всякий случай надо сохраниться. Мне кажется, я могу сохраниться прямо тут. Ну, если что, обратно залезем просто. Тут как бы, да, вот балкон... Подожди, а это не... Это не Грегори комната? Балкон знакомый слишком. Тут еще чал стоит. Похоже на то. Да-да-да-да-да, я то на нафиг я так полез, не знаете? Э! Пошли обратно. Тупо получилось. Туда мне можно и так. Залезь. Так... Она сверху ходит, да? Ну, у нее, понятно, охрана. Ребят, можно? Я детектив. Осмотреть вы меня должны или что? Все, мне можно. Что я тут еще не нашел-то? Я не понимаю. Какой-то секрет, который можно определить потом. Прям потом-потом. Потому что, ну, тут ничего нету, видишь. В доступе. Ну, как бы, да, это бесполезно. Так, вон там вот комнатка есть. Это получается... Сюда. Это опять же комната Ребекки. Видишь, да, ничего нет. Ну, просто не знаю. Для меня, как бы, наличие комнаты секретной, в принципе, тоже считается... ...уликой. Ну, видимо, нет. Удивительно. Давайте сразу проверим. Мне наверх можно? Вот сюда. Я не знаю, кем ты себя считаешь, но тебе сюда нельзя. Понял, понял. Работаю здесь, значит, на этом этаже. Я просто комнаты не вижу. Детей. Давайте спустимся на первый. Вот сюда можно еще сходить. Просто карту не вижу всю еще. Здесь, ну, это библиотека. Тут, как бы, ничего и нет. Насколько ты длинный? Ты могла быть моделью? Конечно. Я серьезно. У меня есть друг-модель. Она говорит, что это самая лучшая жизнь. Говорит, мне здесь хорошо. Подожди, подожди, Патрик. Патрик Карлайл. Можешь сказать мне, где ты был вчера вечером? Черт. Это этот дворецкий, да? Он меня сдал. Элэйн. Пожалуйста, уйди на время. Не говори только маме, окей? Она очень волнуется последние дни. И последнее, что мне надо, это чтобы она бесилась. Я взял эту блондинку Розе на вечернюю прогулку. Ну, типа, как я должен... Вообще, должен привезти целый уикенд в этой помойке. Меня это бесило. Это все? Спросить насчет Захаря. Что ты думаешь о Захаре? Стремный. Никаких амбиций вообще. Представь, у кого жить в музее. Знаешь, отец говорит, что Захаре и Олекса были... Один похожи. У него было хорошее будущее, но внезапно он все сдался. Что за идиот? Как хорошо, что отец... Не успеваю. Если это все, то я, говорит, пойду... Медленно умру от скуки. А подозрительной активности можно еще спросить у него? Видели что-нибудь подозрительное прошлой ночью? Не-е-е. Я думаю, Закари топил себя. Ну, Захаре себя порезало. Типа, вот че я знаю. Или, может быть, мистер Фернсбе. Он мне не нравится. Он мог это сделать. Угу. Как это записывается? Как типа question, да? А, все, мы с Робеккой приняли, что алиби у нее подтверждено. Окей, то есть мы и так подтверждаем теперь алиби. Понял? Понял. Ммм. Так. Амм. У нас, кстати, не так много всего. Смотри, Эмма Грегори комната есть. Захаре комната, но там мы уже поковырялись. Эмма Грегори, Ребекка, но опять же, не важно, у нее алиби уже подтверждено. Офис мистера Фернсбе. Вообще, другие места было бы неплохо смотреть. Так, это просто оружие убийства. Окейушки. Я пытаюсь комнаты найти. Я очень сильно пытаюсь найти комнаты, еще другие. Мне нужны вот офис. А, ну офис этот дворецкий сказал, что типа приходи ко мне. Когда закончишь дело, он наверняка в офисе, ты и будет сидеть. Вот. Это, наверное, Эмма Грегори, да? Или что у нас тут? Это какой-то, это конференц-зал какой-то. Обедают, наверное, типа того. А, тут у нас Эдвард. Профессор Эдвард Карлайло. Не могли бы вы мне рассказать, где вы были прошлой ночью? О, да. Это дело с Захаре. Я был в местный... В кафе. Я не предпочитаю не спать здесь. Мой брат Грегори пришел на ночную... Он никогда не признал бы, но он понимает, что все это очень разочаровывает. И он хотел немного комфорта. Мы пошли в Стэкс Хэд после восьми. Это все? Мне нужно речь еще написать насчет Захаря, спросить. Вы можете мне рассказать про поведение Захаря прошлой ночью? Я не думаю, что он совершит. Естественно, он был расстроен потенциальной смертью мастер, и мы все были. Но он был как будто более заинтересован в этом. Вы должны спросить Ребекку, они очень долго разговаривали. Вы знали, что он не покидал 50 лет поместья? Его растения, мать и работники. Только с ними он проводил все это время. Как-то еще я могу помочь. Вы заметили что-нибудь необычное? Кроме того, что мы пришли сюда, чтобы похоронить мать, которая пришла живая сюда. А потом Захаря был мертв. Или возможно, что запланированные похороны... Мы планируем похороны. Короче, я не могу дышать, извините. Бесполезный товарищ. Ну и опять же... Априкос... Априкос. Тут типа фоточки можно поделать. Какие? Сфоткать комнату, что ли? А, просканировать комнату, наверное, да? Типа как... Как камерой. Что именно? Может, тебя? Нет. Картинка на... Карте как типа фотик отображается. Поэтому, может быть, мне надо подойти к чему-то и просканировать именно так? Это типа как улика будет считаться? Опять же, ничего не вижу. Странно. Вот тут комната еще такая же. Это не комната, а как будто типа вот подойди вот к этому, да? И типа сфоткай это. Сканирование. Что мы получили? Это просто какие-то дополнительные вещи. Слушай, может... Как раз прям буквально местоположение на карте-то и отмечает то, что надо сфотографировать. Типа стол. Метка прям здесь. Вот. Это речь. Не совпадает письмо с запиской Захаре. Захаре И. Окей. Здравствуйте. Эммер Карлайл. Вы не могли бы мне рассказать, где вы были вчера вечером? Естественно, я неподозреваемая. Я должен всех учитывать. Ну, я провела вечер с семьей. У меня была появилась какая-то мигрень, я пошла спать. Все могут подтвердить это. Я встретилась... Пошла, когда парни ушли пить в восемь вечера, это все? Что вы думаете о Захаре? Буду честна. Его присутствие всегда было очень странным. Как вести разговор с человеком, который думает только о своих растениях? Мне кажется, что Алекса как-то к этому относится. Она поддерживала его, такой, ну, образ жизни. Что-нибудь необычное заметили? Ничего особенного. Кроме, может быть, того, что я показала, что Захаре был в депрессии. Не просто грустно ему было. Мне кажется, он понимал, что у него никого не было, когда Алекса умрет. Даже Алекса должна чувствовать себя виновной, учитывая, что она заставила его думать, что она мертва. Но, опять же, вина — это не ее сильная сторона. Я вижу какую-то... Оказалось, что, ну, ты пись, Грегори, не говори... Не говори, Игорь, ничего лишнего этому детективу. Но он хорош, должен признаться, что если он поверит... Подумает, что мы как-то имеем отношение к смерти Захаре, пожалуйста. Он исследует нас. Вдруг сестра и не ходит. Я уверен, что Алекса что-то сказала. Если меня это волновало, то я бы думал только о твоем психологическом состоянии. Ману, извини, я очень сильно наслаждаюсь цирком. Кого? Грегори. Можете мне сказать, что... Рассказать, где вы были прошлым вечером? Вы алиби хотите, мое место, мистер детектив? Ну, а я покинул Торнбридж где-то по восьмого, чтобы выпить пинту с Эндвардамом. Лучше бы такого не было, конечно. С другой стороны, оставался здесь Захаре и с моей сестрой, и с женой. Такая главная боль. Это бы судьба хуже смерти. Ну, Захаре был жив, когда мы уходили. Я остался на последний шот и вернулся сюда прямо около полуночи. Это все... Не очень информативно. Расскажите мне про Захаре. Зах... Очень грустно. Налегал на выпивку. Но кто бы увинил его? Единственная компания, которая у него была, это его редкие растения и мать, которая путешествует больше, чем остается здесь. Если честно, я даже не знаю, что еще скучнее. Ему лучше вообще мертвым быть. Вы что-то еще хотите узнать? У меня. Вы бы что-то еще хотели бы мне рассказать? Да ничего, на самом деле. Я просто наслаждаюсь шоу. Наша идельная мать, естественно, определенно обосралась. Спланировала, свейковала свою смерть. Она ничего о нас не думает. Я думаю, что она боится нас после своей ошибки. Вы не представляете, как сушится носоглотка, когда так много говоришь на переводах? Что-то надо здесь просканировать. Только не пойму, внутри или нет. А карта снаружи. Это же игра, я говорю, говорит, что-то не так. Мне нужно что-то просканировать. Чего, где, кого. Нет всего, нет портрета. Какой-то семейную фотку хотят. Не, я по... Я на детективе. Просто видишь, какая-то одна полезная фотка какого-нибудь, чьего-нибудь письма. Она может очень помочь понять, кто писал письмо. Это что? Пейперворк. Документы Ассетов. Документы. Ребекка Мувенс Асс Балл-Медиа Бранч В Крайл Холдинг Дэйшел Немберов Анатарайст Мувенс Фанс Но это никак не связано с тем, что мы имеем сейчас в любом случае. Так, может тогда в комнате Ребекки или Алекса можно что-то просканировать? Или Грегори, или Захарь вообще? Ну, то есть где угодно. Эти там продолжают спорить. Очень сложно, когда вообще непонятно, где чья комната. Я так понимаю, что их комната они на втором этаже все-таки все. Дворецкий здесь. А где твой офис-то? Тут что написано? Туалет для прислуги. Ммм. Ну да, как будто такие все помещения они вот именно на втором этаже находятся. На третьем мне нельзя. Этот продолжает как будто бы подкатывать. Так, смотри, смотри, смотри. Вот, комната Эмма и Грегори. Через ванную можно попасть? Отлично. Мне кажется, здесь все непросто. Ну, какой-то подвох есть. То есть, может быть, даже никто из тех подозреваемых, которых я имею. Может, это сама Алекса была. Это, правда, не поможет мне найти файл. Это пока что самое сложное. Типа, придумай-то как Алекса убить. Это вообще фигня. Так, сразу фотографируем то, что надо. Туфли. И следы. Следы найдены в комнате Эмма и Грегори. Какой-то журнальчик. Нож это что такое? Письмо от матери. Как интересно, 47-й. Письмо от матери Эммы, которому говорится, что Эмма Алекса и Захария, старший брат, Анатолий Ингресс Мюрдер Хим. Понял. Это что-то нам дает? А, это не Грегори. Это не... А, мы прикольно мы подтверждаем. Но, типа, они говорят одно и то же, поэтому, да, наверное, похоже на правду. Вот Эмма, Патрик и... Ну, дворецки это было бы слишком странно, мне кажется, все-таки. Так, а что у нас по... По комнатам. Эмма и Грегори две улики. Из четырех? Кого? Это что? Это нужно? Нет. Я не понимаю, о каких уликах идет речь, если честно. Типа, если мы говорим про комнату, то тут, ну, ничего нет больше. Ну, ни на балконе, нигде. То есть, это как-то... Странно. По комнатам, так точно. Так, а вот тут на карте можно посмотреть, где у нас чья комната. Эмма, Грегори, Ребека, Трофилайбрери, Файе. Ага. Я просто так и не пойму, где офис дворецкого. Отсюда у меня много вопросов возникает. Конклюда инвестигейшн можно сделать, но мне это не надо. Тут что-то вот можно сфоткать. Как раз тут вторая улика. Типа, выпил он здесь, да, видимо. Все улики? Что мы узнали? Просто, что тут, блин, есть виски, класс. Улика прям 10 из 10. Это что? Здрасте, мне нельзя, понял, до свидания. Опа, всем, да. А можно, наверное, еще ее, типа, записки, да, просканировать, понять, что у Ребекки не совпадает там почерк. Интересно. Где мы еще не были? Small Office, Secret Room, Ребекка, подожди, она сейчас зашла серьезно? Понятно, что с охраной, но... подожди, это же шанс просто убить ее, Причем, чел, который там стоит, даже не заметит этого. не могу ее убить. Почему я не могу ее убить? Это мадам Карлайо, так как бы. Time to get the file on Arthur Edwards. Просто как-то я подумал, а что париться, если она только что просто подставилась. Мужик. Прости меня. блин, ну... Че-то хз, а зачем? Типа... Никогда в Хитмане не было такого, что прям вот, ну, настолько легко позволяли добраться до цели. Ну, понятно, что она там по своему дому ходит, и типа с охраной, но... Она просто взяла и села туда, где я смогу, ну, легко как бы ее убить. Охранник встал за колонной, он ее не видел. Вот, пожалуйста, она мертва. Прикол в том, что здесь их еще никто не найдет. Вот, я думаю, мы даже, наверное, вот так вот сделаем. Может, и закрывать. Все, их там никто не найдет. А я смогу подняться на третий этаж сейчас, ну, соответственно, в одежде. Охранник, и все сделать. Униформа хорошая, я не спорю. Не, было бы, конечно, интересно, наверное, узнать, кто все-таки убил. Блин. Нам игра уже не позволит, видимо, это сделать. Давай, я сохранюсь во второй слот, просто чисто ради мемов, естественно. ну, это вот, как из опции, это вот оно, а вот тебе и кейс файл. В смысле, это у него, или что? Можно убить, но мне же надо не убить. Это что такое? Кофейная, говорит. Сейф за портретом, секретным механизмом. Первый раз здесь. Понял. Сейф за картиной. В офисе Алекса. Прикольно. Я думаю, мы с вами загрузимся. Сейф в офисе миссис Карлайла. Я так понимаю, она тут держит файл на Артуре Эдвардса. Получается, вот кнопка, типа, с секретным, видимо, механизмом, как раз, правда, меня запалят, если я буду это делать. Так, иконки над сейфом. Интересно, может быть, это какой-то код? Может тебе стоит осмотреться, 47-й? Давайте посмотрим, походим по офису. Я, правда, открыл сейф, это немного палево. Что у нас тут есть? Часы. Давайте поднимемся наверх. Дробовик надо. Девять. На стене написано девять. Сюда можно выбросить что-либо, что-нибудь. А есть какие-нибудь еще цифры на стенах? Я не видеть вообще ничего, причем. ничего особо примечательного. У нее там символы? А, ну вот у нее, а, у нее типа символы. Угу. Вторая девятка. Интересуют еще часы и то ли костер и голова оленя. То есть, видимо, там как раз есть символы. Вот надо искать голову оленя. Здесь часы, только не такие часы, какие-то другие. Они типа как как будто бы по экспонатам типа стоят, а там у них есть нумерование. Слушайте, я хочу загрузиться на самом деле, потому что как-то мы тупо ее слишком убили, мне кажется. Давайте так и сделаем. Мне не нравится. короче, ее можно, да, так убить. Я хочу закончить расследование. Типа окей, мы знаем, где находится этот самый кейс-файл. Даже там отчасти знаем пароль. Как-то я хочу все-таки, не знаю, вот эту детективную историю закончить. Мне интересно, чем-то закончится. Так, тут нам ничего не надо. Просто комнаты, давай, где мы еще не были? Intel, комнаты Захаре исследованы, Эмма Грегори не вся, но это и не то, чтобы они, походу. Ребека, это не Ребека? Вот только офис мистера Фернсбе, вот где он, я вообще не понимаю. Ну, либо он реально на третьем этаже, куда мне нельзя, а это странно. Мне можно везде, кроме третьего этажа, но тут вот на втором нету больше ни черта. Да, есть еще дворный, я не думаю, что я во дворе что-то найду. Как, Ребека, что тут? Ребека говорит, вопросов много задает, почему я дал ей это, чтобы это не было. Ну-ка, подожди, токен с Ребека и мистер Фернсбе. Если верить телохранителям, то Ребека, Карлелла, мистер Фернсбе дворецкий, у них есть какие-то токены от Милтон Фитцпатрик Банка. Когда их соединить, токены дают доступ к депозитному ящику, ну, который, короче, там, где находится что-то. Там может быть копия кейс-файла Артура, а, Артура Эдвардса, понял, типа у них есть, это я понял. А, типа это как возможное местонахождение, да? А-а-а, что-что-что, тихо. Здравствуйте. Ребекка Карлелла, расскажите, что вы делали вчера вечером? Мы с братом, с братами, с братьями особо не встречаемся. Нам нужно, нужны похороны матери, чтобы мы встретились. Давайте посмотрим. Патрик, сын Грегори пропал прямо после ужина. Знаете, мне кажется, он, может быть, проблемы какие-то у него, Эдвард хотел тоже пойти, но Грегори убедил его остаться еще на несколько вып... напитков. Потом мы отправились в кафе, в бар, точнее. Клянусь, Грегори Эдварду некомфортно здесь. Я в девять связывалась с конференцией, с работой, короче, провела три часа в комнате, потом пошла спать, не знаю, об имя. Она странно себя вела. Знаете, мне кажется, что она составляла список изменений, которые нужно сделать, когда доберется, когда получат поместье Торнбренджев. Шок у нее был, когда мать появилась на завтраке. Это все, мистер Уитмор? Расскажите мне про Захаре. Он странно себя, может быть, вел прошлой ночью. Знаете, теперь, когда вы сказали, он гораздо больше разговаривал, чем обычно. Он хотел знать о моих связях в публикации. Похоже, что его друг пишет книгу. Не думаю, что у него были друзья. Как-то странно это все. Что-нибудь еще вы хотели бы рассказать? Может быть, я ошибаюсь, но я видела мистера Фернсби, дворецкого, как он покидал комнату вечером. ну, комнату Захаря. И он удивился, когда увидел меня в коридоре. Возможно, это ничего, а еще кое-что. Пожалуйста, будьте добры к Эдварду. Он, типа, волнуется очень сильно. Слушайте, но у нас остается, получается, Эмма, Патрик и мистер Фернсби. Я очень сильно сомневаюсь, что это Патрик, потому что, ну, на кой хрен ему это надо. Вот то, что это Эмма с Фернсбери, это прям очень похоже на правду. Я думаю, что мы сейчас можем пойти рассказать об этом Алексе напрямую, минуя дворецкого. и, естественно. Тем более, что Эмма что-то как-то очень сильно волнуется, что ее муж там что-то расскажет лишнего. Типа, что если там он подумает, что это мы имеем какое-то отношение к смерти? Нам нужно Алексу поймать. Она как раз сидит, по-моему, в комнате, да, сейчас опять? Все еще. Или где она? Не, она на третьем. Просто, типа, говорить это дворецкому, что я, говорит, подозреваю, что это вы с Эммой сделали, но это что-то такое себе. Точек интереса особо нет. Мы, конечно, на 100% алиби еще не выявили, но мне очень нужна Алексе прям. Я хочу, мне интересна ее реакция, когда я ей это скажу. Можно как-нибудь она спустится сюда? Витя с Алексе очень-очень очень нужно с вами поговорить прям. Не могу дождаться. Мадам Карлайл? Мистер Уитмир, вы нашли доказательство, что произошло с моим братом? Нет, пока еще нет. На, ходите к Фернсби, когда вы это сделаете. Это тупо. А Фернсби, я что скажу? Мистер Фернсби? Мистер Уитмир, у вас достаточно улик, чтобы представить дело мадам Карлайла нет, еще нет. Приходите, когда решите, блин, я не понимаю тогда как это работает, честно говоря. Пошли тогда в комнату Эмма и Грегори. Еще раз сходим. Это получается сейчас направо, это прямо налево. Там какие-то две улики, которые мы не нашли. Газета есть, но это газета убийственная газета. Типа следы, а следы куда-то ведут? Я не вижу, чтобы они куда-то... Ну, типа, грязь вот есть? Greenhouse keychain. Это от тепличного домика. Что это делает в доме в комнате Эмма и Грегори? Почему ключа нету? Ага. То есть, надо прям всматриваться в миллиметры, судя по всему. Так может трость? Да, это улика. Удок кейн. Я выкину, потому что это, типа, короче, нельзя иметь с собой. Что мы там сделали? Intel. я так понимаю, надо сходить в гринхаус. Потому что что-то происходило. Есть как раз этот пендент и грязь на полу. И туфли. То есть, Эмма что-то там делала. Возможно, мы там сейчас найдем улики, касательно того, что Эмма все-таки виновна. как минимум, Эмма виновна. Как тут? Давайте, нам надо выйти. Нам надо, по идее, я могу просто пройти насквозь? А то вот нам нужен сад. Тут есть выход. Все еще не уверен, что меня надо сфоткать здесь. Может, какие-то следы? Да нет, тут вообще ничего важного нет. мне вот туда. Меня же пустят, надеюсь. Да, но говорит, типа ключа нет. То есть, надо как-то попасть внутрь, понять. Вообще, не верю, что Закари самолубился. Мы только вчера планировали был грустный. Думал, что его сестра умерла. Теперь мы, говорит, уже никогда не узнаем. Тебе тяжело, да? Илегал экшен. Но... Блин, илегал экшен, ребят, мне надо вовнутрь. Там улика потенциальная есть. Я, конечно, все понимаю, но... Как это сделать-то более грамотно? Надо, чтобы просто никто не видел, как я ломаю дверь и все. Типа как-нибудь вот так. понял, но... Это тупо. Типа, они все знают, что я расследую дело. Почему они не могут просто позволить мне сломать дверь туда, куда мне надо сломать дверь? И меня еще вообще мужик левый заметил. Обратили внимание? то есть меня запалил вот этот. Может, ключ где-нибудь есть? Это что? Это бутылка, можно отравить ее просто. Отравить можно, а зачем? Садовников наверняка есть. Но я бы реально, я бы просто ломал. другого входа здесь просто нет. Еще, может, если тайминг как-то рассчитать, они просто могут услышать. Это неприятно, но вообще... Вот опять же, вот сейчас никто не смотрит. Все, никто не видел, я просто прошел внутрь. Сломанное лабораторное снаряжение, похоже, что его недавно использовали. Айма как раз была в теплице. Тебе тут что-то надо? Я понять не могу. Валяй отсюда. Ее почерк. Тут летальные дозы яда, которые использовались, чтобы Захаря убить. Женщина 65, 79, 60, 64 килограмма. Я бы сказал, что Мадам Карвайл следующая на очереди в отравлении. Ты получил достаточно улик, чтобы рассказать Мадам Карвайл, что Эмма наш убийца. Хороший вы детектив, 47, я впечатлена. Я предлагаю вам пойти сказать мистеру Фернсбе, если ты не думаешь, что есть какие-то еще секреты. Есть ключ от лодки, который поможет нам сбежать, если что. Не думаю, что понадобится нам так, на всякий случай. Так, это что? Весинг Рэнш, Репэр Дистиллэйшн Кит. Можем взять, почему нет. Окей, сейчас можно починить устройство с помощью вот этого. Я одолжу пока. типа сам могу что-то да, можно самому сделать. Слушай, давай-ка сделаем. Опа. Ну, это так, на всякий случай. что мы узнали? Мы типа прям все на 100% уверены, что это Эмма, Вайблс, это вайблс, ну, не знаю, не знаю, вайблс, аспект. Понимаешь, в чем прикол? Я очень сильно загнался в тему того, чтобы закончить расследование, но нам же по сути это делать не надо. Ну, я имею ввиду, наша основная задача, это вот опять же просто убить Алексу и найти типа дело, и гораздо все плавнее, без каких-либо лишних телодвижений, и у нас получилось это просто зайти в комнату, грохнуть Алексу. Поэтому, ладно, у нас есть улики, давайте сообщим Фернсбе, может быть, что-то еще узнаем. Иди вон, как будто уже все вместе нас ждут. Я готов представить заключение, мадам Карлайл. Пройдемте со мной, сэр. Ну, понятно, привет. Или куда мы идем? А мы идем на... О, удобно. Проблема в том, что там, где у нее сейф, куча охраны. Очень много охраны прям. Типа, все равно не смогу я их там убить. Здравствуйте. Ну, я вот с ним. Я с дворецким. офис мадам Карлайл. Пожалуйста, войдите. Ну, видишь, где я тут убивать-то ее буду. Будет очень классно, если она тут что-то пьет. Ваши детективные способности позволили попасть вам в логово льва 47-й. Теперь заберите свою награду. Понять бы еще какую. Надо больше изучить место, может, я сейчас смогу быстрее найти улики. Типа, вторая девятка, это 100%. Вот часы. Один. Пришли, говорит, к заключению. Присаживайтесь. Пожалуйста, рассказывайте. Эмма это была. Эмма Карлайл убила брата Захаря. Она, ну, это моя, кто она там. Эмма незаконно рожденный ребенок вашего старшего брата Монгомери. Второго вы Захаря убили 46 лет назад. Это невероятно. Вы спросили меня узнать, кто убил Захаря. Теперь не хотите знать? Нет. Нет, продолжайте. Я нашел письмо от матери Эммы Джейн, которая была женой вашего старшего брата во время его смерти. Она посвидетельствовала, как вы и Захаря сбросили его с балкона. Она верит, что вы это сделали, чтобы украсть империю Карлайлов у нее и ее нерожденного ребенка. И она вырастила Эмму, чтобы забрать то, что она потеряла. жениться на Грегоре, выйти замуж отчаяния за Грегоре и получить империю Карлайлов для следующих поколений. Эмма, дочь Монтгомери и этой девчонки Джейн. Так и есть. Ну что ж, она плохо все поняла. Я ничего не крала. Я сделала то, что было необходимо, чтобы защитить будущее Карлайлов. Монтгомери не мог от отца отойти. Было сердце, не было яиц. Эмма использовала похороны, чтобы ускорить свое становление. И подстроила смерть Захаря. Она использовала яд, который сделала из редких растений Захаря. Нашла старый план этажей, чтобы получить доступ к секретным проходам в доме. Вот сучка. Больше, чем вы думаете, я нашел доказательство, что она попытается отравить вас. С этим я разберусь сама. Спасибо, мистер Уитмер. Вы не разочаровали. Я обещала, что награжу вас, если вы решите дело. Так что вы хотите? Кейс-файл или деньги? Я бы хотел кейс-файл. Я хочу файл, который у вас есть на Артура Эдвардса. Эдвардс? Констант? Ну как вы... А... Я поняла. Я думала, что вы появитесь, но чтобы убить меня и не помочь. Я так много ошибалась, но не здесь. Я дам вам файл Эдвардса, вы заслужили. Я не думаю, что я смогу убедить вас разобраться с моей свекровью или кто она там вот эта вот дотаринова. Я бы хотел, чтобы она была мертвая. Нет? Обидно. Сама тогда разберусь. Файл, который вам нужен в сейфе. Даже надеюсь, что вы доберетесь до Эдвардса и сделаете ему очень больно. Нужно немного подышать, извините. кейс-файл есть. К ней подойти можно? Отличная работа, 47-й. Это файл на Артура Эдвардса. Фары сбавятся от мадам Карлайл. Да, так и есть. Миссия выполнена. Отличная работа, 47-й. Теперь отправляйся на выход. А что это было? Трэспасинг. Извиняюсь. Но выглядит, кстати, нечеток версия, то есть по логике все работает. Удивительно правда, как... Так, сейчас, подождите, мне нужна лестница. Удивительно правда, как она просто взяла и отдала мне файл. Интересно, слушайте, это очень крутой способ. Мне кажется, это самый, типа, ну, всегда самый интересный способ решить дело, он самый очевидный, его, типа, с самого начала прям пихают. Типа, мы как только на локацию попадаем, нам сразу показывают, что, типа, вот, смотри, детектив есть, вот, ты можешь от него отыграть, и это, как бы, kinda, самый интересный способ, в любом случае. Ну, как бы, не знаю, мне понравилось, всё равно, не, круто, довольно. Расследовали, много текста, конечно, было, всё равно, я прям уже, я, у меня носоглотка задыхается. Ну, мы справились. 47-ое, не везде, выбирайся, выбирайся, это Констант, он, чёрт. Странно, почему ключами не могу от лодки воспользоваться, ну, ладно, поехали, неважно. Что ж, это была вторая миссия, как-то так она заканчивается, это было очень интересно, потому что таких миссий я не помню, в Hitman'ах прям, было реально круто, опять же, она подставилась, причём второй раз, довольно тупая Алекса, но, это было круто, надеюсь, вам понравилось, на этом пока же с вами закончим, так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал, если вы ещё не подписаны, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, увидимся с вами в следующей миссии, всем пока!